Куда пойти работать и учиться? В Барнауле открылась краевая ярмарка вакансий для молодежи. Добывали трофеи незаконно. Более 20 рыбаков задержаны за браконьерство в период нереста рыбы. В селе Косиха в конце июня откроют памятник Роберту Рождественскому, автор Зураб Церетели. Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня в Барнауле проходит краевая весенняя ярмарка вакансий и учебных мест. На одной площадке встречаются потенциальные работодатели, молодежь, представители учреждений дополнительного образования. Каждый желающий может ознакомиться с перечнем вакансий и получить необходимую консультацию. Причем для тех, кто не сможет лично посетить площадку, будет налажена связь в формате видеоконференции. Это позволит охватить самые отдаленные районы края. Учащимся и выпускникам средних школ впервые в рамках ярмарки представится возможность принять участие в профориентационном форуме. Ребятам презентуют 28 ведущих образовательных учреждений высшего и профессионального образования, а также организации с успешным опытом обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о ярмарке расскажем в нашем вечернем выпуске. Серьезная авария произошла накануне в Барнауле. На въезде на новый мост перед КП столкнулись два легковых автомобиля – RAV4 и Volkswagen Touareg. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель RAV. Как нам рассказал один из участников инцидента водитель Volkswagen, RAV неожиданно предпринял разворот в неположенном месте. RAV4 решил сделать разворот, ну и поперек встал. Попытался уйти влево, но, соответственно, он дальше ехал влево. Ну и столкновения произошли. В результате обе машины получили серьезные повреждения. Водитель RAV, а также пассажир женщины, получили травмы разной степени тяжести. Их увезли в одну из городских больниц. Водитель Touareg, по его словам, получил ушиб руки. От госпитализации отказался. Точную причину аварии сейчас предстоит выяснить право охранителям. 16 тысяч алтайских пенсионеров будут получать пенсию по новым правилам с учетом заработанных баллов, сообщает газета «Комсомольская правда» Барнаул, о чем еще пишут другие издания. Сибирской медиагруппы в кратком обзоре далее. В Алтайском крае проживают больше 750 тысяч пенсионеров. Большая часть получает страховую пенсию, что выплачивается по старости, инвалидности, либо по случаю потери кормильца. В этом году 16 тысячам земляков насчитали пенсию по новым правилам, то есть с учетом заработанных индивидуальных пенсионных баллов. Такой расчет впервые стали применять в 2015-м. Ежегодно число коэффициентов для выхода на пенсию растет. Для тех, кто выходит на заслуженный отдых в 2018-м, для права на пенсию нужно иметь не меньше 9 лет официального стажа и 13,8 баллов. Подробнее об этом читайте в газете «Комсомольская правда» Барнаул. Столица края оказалась в списке городов России с наибольшей долей бедных, сообщает Политсибру. Корреспонденты информагентства пишут, что такие данные приводит финансовый университет при правительстве России. Он провел исследование, в ходе которого респонденты оценивали собственный уровень благополучия. Результаты показали, что доля наиболее бедных, то есть тех, кому с трудом денег хватает на питание, в Барнауле составляет 16%. Больше только в Пензе, Воронеже, Нижнем Новгороде и Волгограде. Желаете ознакомиться с другими данными исследования? Читайте Политсибру. А вот московский комсомолец на Алтае посвятил материал капитальному ремонту Чуйского тракта. Сейчас работы ведутся в зональном районе края. Как сообщили МК на Алтае, в начале объекта на 336-м километре дорожники разобрали существующую трассу и понизили уровень земляного полотна. На 341-м километре, наоборот, подняли насыпь на 5 метров, чтобы обеспечить нормативный радиус. На эти мероприятия потребовалось 95 тысяч кубометров грунта. Отметим, что на новых участках Чуйского тракта дорожная одежда будет состоять из трех слоев асфальтобетона. Елена Макаренко, Наши новости. С сегодняшнего дня от Заринска до Барнаула можно доехать на скором электропоезде. Стоимость проезда 120 рублей. Ходит пригородные только в рабочие дни. Со станции Заринск электропоезд отправляется в 7.30 утра, а в краевую столицу прибывает в 9. Таким образом, время следования составляет полтора часа. В пути у него только три остановки. Станция Шпагина, Бешенцево и Алтайское. На других станциях и остановочных пунктах посадка и высадка пассажиров не производится. В Алтайском крае устроили охоту на браконьеров, которые активизировались в период нереста рыб. Сотрудники транспортной полиции изъяли свыше 700 единиц различных видов рыбы и возбудили 8 уголовных дел. С начала навигации правоохранители провели серию рейдов на водоемах края и Телецком озере. Полицейские задержали 20 рыбаков, которые добывали трофей незаконно. В период нереста использовали сети и моторные лодки. В общей сложности у браконьеров изъяли более 700 лещей, сазанов, судаков и других видов рыб. У одного из нарушителей, который рыбачил в протоке Аби у Барнаула, забрали экземпляр Нельмы, особо ценной породы рыбы, занесенной в Красную книгу. Транспортные полицейские возбудили 8 уголовных дел по статье «Незаконная добыча водных экологических ресурсов». У двух нарушителей правоохранители конфисковали рыболовные снасти и судно. Каждого из браконьеров ждет крупный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет. Елена Макаренко, Наши новости. Кстати, за сообщение о нелегальных охотниках жителям края будут платить от полутора до семи тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин. Информация появилась на официальном сайте региона. Сообщается, что платить за информацию о браконьерах будут в зависимости от того, на какое животное они охотятся. Если это, например, медведь, рысь, рассамаха или животные из Красной книги России и Алтайского края, то за сообщение тому, кто поможет выявить нарушителя, заплатят 6 тысяч рублей. За сообщение о браконьерстве на пернатую дичь или пушного зверька можно будет получить полторы тысячи рублей, но только после прохождения всех проверочных процедур. Информацию о нарушителях природоохранного законодательства принимают в отделах полиции. 23 июня в селе Косиха откроют памятник Роберту Рождественскому. Он был изготовлен по просьбе дочерей поэта-скульптором Зурабом Церетели, сообщают в пресс-службе Управления по культуре региона. Памятник уже доставили из Москвы в Алтайский край. Открытие пройдет в рамках фестиваля Роберта Рождественского, который состоится с 21 по 23 июня. Второй год подряд в мероприятии будет принимать участие дочь поэта Екатерина Рождественска. В прошлом году фестиваль посетили также такие известные артисты, как Тамара Герцетели, Максим Аверин и Александр Маршал. Меньше месяца остается до старта домашнего для нашей страны чемпионата мира по футболу. Болельщики с Алтай уже готовы поддержать команду Станислава Черчесова. Кто-то непосредственно на стадионах, кто-то у экранов ТВ. Так вот, для вторых, особенно будет интересна следующая информация. Во время игр сборной в Барнауле будет открыта фан-зона. Напомним, фан-зоны – это специальные огороженные площадки, куда можно приходить целыми семьями, провести время, а главное – посмотреть игру миллионов. Итак, в Барнауле, по нашей информации, такая площадка, скорее всего, будет работать в парке спорта Алексея Смертина на двух больших экранах размером 7 на 4 метра покажут трансляции матчей сборной страны. Правда, в графике стоят пока только три даты – три матча в подгруппе. Видимо, организаторы не рассчитывают на успех команды Черчесова и выход ее в плей-офф мирового первенства. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Валар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. На большей территории края дожди ветер юго-западный умеренный. Валейский и Заринский плюс 17, в Бейске, Кулунде и Тальменке до 18 тепла, 24 дождь в Рубцовске, в Барнауле дождь и до 18 со знаком плюс. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.